МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время женщины на канале ЭНСК-49. Программа обо всем, что интересует женщину большого города. Календарная весна еще не вступила в свои права, но легкое дыхание этого чудесного времени года уже ощущается. Солнце стало ласковее, дни длиннее. Устали ли мы от зимы? Конечно, да. Женщины начинают рассматривать свой гардероб и интересоваться новинками модной весны. Что ж, начинаем знакомиться? Пальто, как один из главных трендов предстоящего сезона, открывает сегодня наш выпуск. Пальто по праву называют одним из самых элегантных видов верхней одежды. Этот символ вечной классики был рожден еще в античном мире. Он претерпел немало изменений, прежде чем принял современный облик. Историки моды утверждают, что 20 век стал самым урожайным на новые фасоны пальто. Именно тогда за дело взялись именитые кутюрье. Они подарили миру новые силуэты. Прямой, приталенный, трапециевидный. Новые стили – романтичный, элегантный, спортивный, классический. Для создания пальто дизайнеры всегда использовали различные материалы – шерсть, махер, альпака. Кстати, в древние времена шерсть альпака считалась королевской. И носить одежду из этой удивительной по своим качествам шерсти могли только титулованные особы. В 21 веке пальто из шерсти альпака по-прежнему носит громкий титул – одежда для королев. Шерсть альпака обладает исключительными свойствами. Она гипоаллергенна, в несколько раз теплее овечьей шерсти, не подвержена к скатыванию и имеет красивый шелковый блеск. Дизайнеры с удовольствием работают с этим роскошным материалом. Все новое кроется в деталях. Пожалуй, так можно охарактеризовать новые весенние коллекции пальто. Дизайнеры делают акцент на прямые и трапециевидные силуэты, длину пальто, сдержанную фурнитуру, но и, конечно, на ткань и цвет. Цветовая гамма одежды из года в год становится все разнообразнее. Спелая брусника и лайм, благородный синий терракот, красный, ну и, конечно, классические белый и черный. Современный ритм жизни во многом отражается и на моде. Согласитесь, что пальто длиной в пол не очень практично, а вот укороченные силуэты по достоинству оценят автомобилистки. Стильно, удобно, элегантно. Наташа, на мой взгляд, пальто – это такой элемент гардероба, который идет абсолютно всем. Безусловно, Екатерина. Пальто очень стройно, и это очень стильно и элегантно. Действительно, сегодня при огромном разнообразии силуэтов, фасонов, длины, цвета, можно легко и просто подобрать именно свой вариант пальто. Полненькие и худенькие юные модницы и дамы элегантного возраста сегодня с удовольствием носят стильное пальто. Скоро весна, пора обновлять гардероб. Милые дамы, ценители красоты и роскоши, за обновками вас приглашает магазин «Альпака». Новая весенняя коллекция пальто уже в продаже. Большинство моделей представлено в единичном экземпляре. Приходите, Красный проспект, 81. То мороз, то оттепель. Согласитесь, не самый комфортный месяц в году февраль, но зато самый любимый у модницы всей планеты. Ведь именно в феврале начинается жаркая пора скидок на зимнюю одежду. Красивая пушистая морозная зима из года в год приходит и уходит. Зима имеет свой сезон, а шубы продаются круглый год. И с наступлением весны на меховые изделия цены тают быстрее, чем снег. Мутоновые шубы, как известно, привлекают нас не только красотой, практичностью, ценой, но и долголетием. Специалисты утверждают, что при правильной эксплуатации мутоновая красавица прослужит 10-15 лет, не теряя своей привлекательности. Практичные люди предпочитают меховые изделия приобретать в весенний-летний период, когда возникают наиболее выгодные для покупателя условия – скидки, распродажи, подарки. В последние годы магазины предоставляют покупателям удобные формы оплаты. Популярным стало сотрудничество магазинов с банками, оформление покупки в кредит прямо в магазине. Однако не менее популярен стал и такой вид оплаты, как рассрочка. Рассрочку может предоставлять сам магазин. Это весьма удобно для покупателя. Впрочем, не все магазины дают рассрочку и случается не всем покупателям. В отличие от банковского кредита, покупка в рассрочку не подразумевает дополнительных взносов, которые обычно характерны для банковского кредита. Рассрочка предполагает ежемесячные выплаты равными частями. К примеру, договор можно оформить сроком на 3 или 6 месяцев. Чем длиннее срок, тем меньше семейный бюджет чувствует отчисления. Такое растягивание оплаты сегодня весьма популярно. Когда речь идет о шубе, то после составления договора ее можно либо забирать домой, либо оставлять в магазине на хранение до первого снега. Ведь сегодня набирает популярность такой вид дополнительного сервиса, как комфортное хранение меховых изделий в летний период. В специальных холодных помещениях некоторые крупные магазины уже имеют у себя такие шубные холодильники. Планируйте будущую зиму уже сегодня. Ведь не даром говорят «Готовь сани летом». Мутоновая шуба практично, долговечно и всегда в моде. Женщина может перемерить несколько пар обуви, чтобы наконец сказать «это моем». И еще шутливо добавит «нога спит». Но согласитесь, что женщинам с нестандартными ногами еще сложнее найти удобную и стильную пару обуви. Большой размер ноги, широкая ступня, высокий подъем, полные икры – все это доставляет массу проблем. Модельную обувь для нестандартных ног долгое время просто не производили. Женщины вынуждены были носить либо мужские модели, либо укороченные ботинки. Сегодня ситуация изменилась, и многие крупные обувные фабрики стали разрабатывать и создавать обувь для нестандартных ног. Как правило, обувь для проблемных ног не является ортопедической. Такую обувь называют анатомической. Главное достоинство обуви в том, что она конструируется, исходя из требований комфорта с учетом строения ног и некоторых возрастных изменений. Производство обуви для нестандартных ног – дело сложное и ответственное. Ведь важно не только создать сапоги, ботинки, туфли, которые будут удобными. Они должны быть еще и красивыми. При конструировании обуви дизайнеры учитывают многие нюансы – ширина ступни, подъем, полноту ноги. Часто женщины с полными ногами сталкиваются с проблемой, что понравившиеся сапоги маловаты в голени. Как вариант решения этой задачи дизайнеры разработали специальную декоративную резинку. Стильно, изящно и комфортно. При выборе обуви женщина, как правило, обращает внимание на цвет, фасон, материал, подошву, каблук. Если примеряя туфли, кроссовки, ботильоны, сапоги, вы ощутили даже небольшой дискомфорт, не стоит данную пару обуви покупать. Неправильный подбор обуви может привести к развитию многих заболеваний стопы, начиная от деформации, всем известного вальгусной деформации первого пальца стопы, халекс вальгус, так называемый. К развитию неврином стопы, которые приводят к выраженному болевому синдрому. Помимо этого, если неправильно обувь носить достаточно длительное время, может это привести к изменению конфигурации позвоночника, к развитию гиперлордоза и другим деформациям. Что может усугубить течение остеохондроза или вызвать развитие остеохондроза. Что опять же приводит к выраженным болям, ну и к нарушению, как бы, так сказать, к ухудшению качества жизни человека. Стоит сказать, что разработкой обуви для нестандартных ног, как правило, занимаются и дизайнеры, и ортопеды. Им по роду профессии удалось раскрыть практически все секреты женских ножек. В спортивное, классическое, повседневное, модельное, летнее, зимнее, демисезонное в гардеробе современной женщины присутствуют почти все типы обуви. Ведь наши ножки любят приятные перемены, и потом этого требуют время и погодные условия. Удачных покупок и легкой походки! Милые дамы, женская обувь нестандартных размеров в салоне «Оскалини» на Красном проспекте в 87 «Оскалини». Обувь для полненьких ног и для полного счастья. В феврале и марте есть три замечательных праздника – День влюбленных, 23 февраля и 8 марта. Сердечные подарки и признание в любви. Есть много добрых шуток по поводу этих праздников. Мужчины, как правило, говорят, ценность подарка на 8 марта зависит от того, что я получу на 23 февраля. Но это, конечно, просто юмор. О практичных подарках и модной весне смотрите наш следующий сюжет. Согласитесь, что сложные экономические ситуации формируют в нас новые привычки. Мы стали более практичными, экономными. Мы внимательно следим за сезонными скидками и акциями. Кстати, по мнению психологов, практичность – это очень хорошая черта характера. Практичные люди всегда находятся здесь и сейчас. Они ставят перед собой конкретные цели и хорошо распоряжаются деньгами. Впереди у нас много праздников. День всех влюбленных, 23 февраля, 8 марта. Практичные люди, скорее всего, не будут тратиться на ненужные мелочи. Они остановятся на вполне конкретных и, главное, полезных подарках. Мужчины, безусловно, практичнее нас, женщин. Но их волнует один вечный вопрос – что подарить? А вы намекните, подскажите. Я хочу сумочку или шубку или пальто. Подробнее расскажите о скидках и акциях. На лирику время не тратьте. Впрочем, а как без лирики? Весенняя коллекция кожаных изделий и пальто из шерсти и кашемира поражают дизайнерскими находками. Одним из главных трендов предстоящего сезона станут куртки-косухи. Любимая одежда байкеров и роб-музыкантов перекочевала в женский гардероб. Кое-что изменилось, кроме основного – косой молнии. Еще одна модная новинка – одежда-трансформер. Легким движением руки пальто превращается в стильную укороченную куртку и юбку солнца. Этой весной резкого прощания с мехом наблюдаться не будет. Дизайнеры классические пальто для межсезонья украсили объемными воротниками из пушистого меха. Кожа, замша, мех гармонично дополняют друг друга. Романтичный стиль выходит на первый план. Легкие валаны, кокетливые бантики. Согласитесь, что несмотря ни на что, мы должны оставаться женственными и привлекательными. Впереди весна, много приятных праздников. Дарите практичные подарки, радуйтесь жизни, говорите друг другу комплименты и следите за модными новинками. В честь весенних праздников салон кожи и меха Капитоль предлагает своим покупателям акцию. Коллекцию итальянских сумок от 3900 рублей, кожаные куртки от 4900 рублей и новую коллекцию весенних пальто от 5900 рублей. Не решайтесь на покупку, не увидев Капитоль. Вокзальная магистраль 6А. Далее у нас рубрика «Будьте здоровы». Сколь бы ни был чистоплотен человек, все же он не может быть стерилен, когда живет в мире, населенном микробами, бактериями и гельминтами. Так скажем по статистике, около 21 миллиона человек в мире заражено апистархозом. Причем две трети из них проживают в России. А наиболее актуальна эта проблема стоит в сибирском регионе. Многие из нас даже не подозревают, сколько проблем со здоровьем возникает по причине паразитов, населяющих человеческий организм. Только задумайтесь, в мире насчитывается более 150 видов гельминтов. В нашей стране около 20, и эта картина стремительно меняется в сторону увеличения. Один из тяжелейших гельминтозов – апистархоз, заражение которым происходит через рыбу. Опасность их заключается в том, что это единственные черви, которые заселяются в желчных протоках нашей печени, а печень, как известно, для нашего организма играет очень огромную роль в его жизнедеятельности, вообще в жизни человека. У нас это считается, что заразиться можно только через рыбу, речную рыбу, и только из семейства карповых. Но я должен сказать, что это только миф, это реальность такова, что вся речная рыба заражена, и не только рыба, а вся живность, которая там ходит, плавает, то есть это всякие ракообразные и так далее. Апистархоз широко распространен в нашей стране. Опертышский бассейн является самым большим резервуаром. Считается, что хорошо обработанная рыба исключает возможность заражения вот именно апистархами. Это не так. Они находятся вот в мышцах около позвоночника рыбы, и они не в живом, они в виде цисты находятся, окутанной двойной плотной оболочкой. То есть он находится, этот цисты находится в скафандре. И поэтому ни варка, ни жарка, ни соление, ни кипячение, ничего не может пробить вот этот скафандр. Вроде бы напрашивается вывод – не ешь речную рыбу и будь здоров. Однако… Это самый опасный миф, потому что Таиланд занимает первое место в мире, то есть по статистике, там более 80% населения болеют этим заболеванием. И в морской рыбе в основном встречаются именно клонорхи, вот эти разбойники, которые наоборот вызывают те же заболевания, которые и вот эти апистархи, но в более выраженной форме. Основным методом диагностики, выявления этих паразитов является это дуоденальное зондирование, то есть обнаружение яиц вот этих апистархов или клонорхов в желчи или в калии. Существует метод лечебно-диагностического зондирования, который позволяет при одной и той же процедуре провести с одной стороны глубокий дренаж желчных протоков в печени путем промывания различными специальными электрохимическими, минеральными электрохимически активированными растворами. И этот дренаж позволяет улучшить диагностику, выявляемость вот этих паразитов при этом исследовании. Потому что здесь в результате промывания вот желчных протоков возникает возможность получить желчь, во-первых, из тех глубоких слоев желчных протоков, где в основном и локализованы вот эти паразиты. Апистархоз, клонорхоз могут быть причиной часто встречающихся хронических заболеваний. Это гипертония, сахарный диабет, язвенная болезнь, брахиальная астма, аллергия любой формы выраженности, эти риниты, синуситы, экземы, псоризы. И как итог, это уже самое такое опасное, это первичный рак печени и рак других органов. Мы с мужем приехали из Абакана, нам посоветовали, и мы решили приехать. У нас были различные проблемы со здоровьем, было недомогание, постоянная тошнота, головокружение, разные боли в печени, покалывания. Ну, в общем, состояние не очень, так скажем, не очень здорового человека. Начали лечение, прозондировались, и уже мы, можно сказать, на этапе реабилитации. Комплексная методика лечения этого заболевания, которая позволяет не только эффективно избавиться от этих паразитов, но и очистить организм, восстановить те механизмы, те органы, которые были поражены в результате жизнедеятельности этих паразитов. И в результате, фактически, человек может избавиться от многих хронических длительно текущих заболеваний. Это идет излечение больного, а не снятие симптомов временное. Ничего страшных, никаких диагнозов заболеваний нет. Это все можно, от всего этого можно избавиться, почистить, восстановить. И все потому, что в человеческом организме все предусмотрено изначально. Ты только ему помоги, а не разрушай. Международная академия здоровья. Диагностика и лечение апистархоза, клонархоза, аллергии и других заболеваний. По уникальной методике профессора Хачатриана. В Атуте на 4, телефон 383-27-12. На этом у меня все. Это был наш последний сюжет. Смотрите «Время женщины» на 49-м каждое воскресенье в 10.30 утра и в повторе в течение всей недели и на сайте nsk49.ru. До встречи! Имидж ведущий – салон красоты «Арт-Деко». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова